Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем утро на Болткоме. Сейчас у нас на прямой связи главный редактор портала НРА ЛВ Юрий Спайдерс. Доброе утро. Доброе утро. Давайте уточним, я не главный редактор портала, а газета Мят. Да, конечно, вот я хотел сейчас это добавление сделать обязательно, потому что многие наши радиослушатели, естественно, помнят и печатный вариант газеты НЭТ КРИГА, но сейчас она перешла вот в такой современный вариант интернет-газеты. Юрий Спайдерс у нас на прямой связи посредством ЗУМа. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот мы сейчас, естественно, подводим итоги года. Понятно, что все это связано, все вокруг пандемии COVID-19. Я знаю, ну читал ваши комментарии и в социальных сетях, и, естественно, в газете по поводу действий правительства. Правительство, я так понимаю, что вы тоже весьма критически оцениваете, что вообще, на ваш взгляд, происходит, не знаю, в эти последние месяцы с правительством Каренща. То ли они пытаются резать этот хвост по кусочкам, то ли они действительно растерялись, и многие журналисты и нежурналисты, когда с ними говоришь, они говорят, ну, правительство как будто подменили. Если весной в решениях была какая-то логика, и они были эффективны, и решения принимались, ну, достаточно своевременно, там было тоже что критиковать, особенно в экономической части, мы об этом чуть попозже поговорим. Но что сейчас происходит, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, во-первых, что важно, и что реальности, и где требуются, скажем так, более какие-то решения, чтобы данную проблему решить. Это касается больниц и мест больниц для больных, скажем, с инфекцией. Вот это вот, значит, максимальная вместимость для качественного ухода за больными, вот это вот, скажем, основная точка, ну, скажем так, которую, так сказать, правительство пытается не пересечь. И поэтому вот здесь вот это вот вопрос. Во-первых, было время подготовиться, подготовиться, было время подготовиться, подготовиться, скажем так, к большей вместимости, более-менее подготовить место в разных регионах и так далее. Это было не сделано, и сейчас происходит такое метание, как быть, что делать и так далее. И это первое. А второе, ну, если, скажем, мест нет, ну, каким образом сократить увеличение, вот, скажем, количества больных, какие меры надо предпринимать, и вот это вот, а вот здесь как раз происходят, какие-то меры предпринимаются, вопрос, насколько ли это меры, меры эффективны, насколько нужны конкретно именно такие меры, может быть, следовало все же более, ну, скажем, более разумнее подходить и не кидаться в крайности. Да, вот на ваш взгляд, почему правительство все-таки не решилось на какие-то более жесткие меры, я не имею в виду запрет продавать отдельные товары, это действительно, как выглядит, такой грустный анекдот, когда человек заходит в магазин, не знаю, он может купить, не знаю, колбасу, хлеб и туалетную бумагу, но не может купить носки, к примеру, и авторучку, и тетрадку. Как будто там вирус именно на это реагирует. Почему, на ваш взгляд, по политическим мотивам не могли договориться, почему правительство не ввело такой вот, ну, не знаю, локдаун хотя бы, по примеру, Литвы, где вот закрыты без причины выезды и въезды в города? Ну, во-первых, в Литве там чуть-чуть, так сказать, ситуация похожа. Это раз. Второе, на мой взгляд, решение принято насчет запрета продажи, оно в самой изначальной форме, которая вышла, это вообще был кошмар. Но и сейчас это, так сказать, сейчас это абсолютно странно, непонятно, и надо сказать, что это, скажем, подрывает авторитет правительства, подрывает авторитет власти. Сейчас зима, минус пять, ветер, метель. Зашел в магазин купить перчатки, перчатки продавать запрещено. Ты можешь там сразу набрать полную корзину любых продуктов, а перчатки брать нельзя, и тебе не продадут. Значит, для людей, которые, так сказать, ездят только по Риге, и, скажем, утром садятся в машину, выходят, значит, у дома правительства, потом так перемещаются. Им перчатки не нужны. Какие перчатки? Кому нужны перчатки? Это зимовые перчатки. Запретим, и вирус остановится. Понимаете, это тупость полнешняя. Конечно. Но то, что нужно было принимать определенные меры для того, чтобы предотвратить столь бурный рост, например, переостановить, но переостановить столь бурный рост количества госпитализированных пациентов, здесь какие-то меры должны были притерываться. Но, понимаете, еще один нюанс, который отличает ситуацию сейчас, ситуацию весною, сейчас происходит резистенция противостояния. Понимаете, потому что так как власть свой авторитет подорвала и продолжает подорвать, очень многие люди просто открыто, может быть, не демонстрируют, но в принципе сейчас у многих такое наплевательское отношение. Это с одной стороны, а с другой стороны одна часть настолько напугана, что люди… Я был свидетелем, значит, закончился там, входишь в магазин, там можно дезинфицировать рост. Вот так нажимаешь, все видели, такие бачки. Там закончилось средство дезинфекции. Значит, какая-то женщина обращается к сторору, закончилось средство, причем она уже уходит в магазин. Он, значит, сторож вежливо отвечает, что не входит в моя обязанность, я его смотрю за тем, чтобы что-то не украли. Она там начала, так сказать, в финале звонила в полицию, значит, приезжайте, здесь в бачке закончилось средство дезинфекции. То есть, ну, тут крайности и крайности самые разные сейчас можно наблюдать, но самое неприятное – это подрыв власть, правительство сама подрывает все. Уже подорвало. Да, и это вот тоже было очень характерно, когда вот эти меры, о которых мы говорили, там, не знаю, с такой грустной иронией, когда эти меры вводились, ну, не сразу, не на следующее утро, а нам объявляют, что, знаете, с понедельника мы закрываем, не знаю, магазины одежды и запрещаем те или иные товары. Но я извиняюсь, нужно совершенно потерять чувство реальности, чтобы не понимать, что начнется в этот же вечер и на следующее утро, если населению дали время в четверг вечером, в пятницу, чтобы все закупиться. Понятно, что магазины начали выносить, в общественном транспорте люди висели на плечах, вот сейчас мы видим все эти последствия с тысячами заболевших. Вы знаете, во-первых, мы живем в Евросоюзе, и, ну, более-менее, чтобы не проводить самодеятельность, особенно в небольшие страны, то есть четкая рекомендация Евросоюза, скажет, что любые ограничения надо вводить не раньше 24 часа, то есть объявляется, они не должны, люди должны подготовить, в смысле, бам-бах, спички, в общем, продаем, все, с этого момента, все, 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 у кого печи там зажигают, все, спички будет, ну, так, не так, так тоже нельзя, значит, все же 24 часа надо дать, чтобы людям, люди, а увидели, ну, нет, там перчаток нет, 24 часа побежит куб. Ну, то есть надо как-то все же, как-то, это раз. Второе, ну, зачем, действительно, не надо было ставить такие ограничения, было бы ажиотар, это раз. Второе, некоторые другие страны, мы же живем в Евросоюзе, мы видим, что было другие, они понимали, что люди все равно, так сказать, здесь будут готовиться к Рождеству, это все было понятно, поэтому очень многие вводили ограничения 26, скажем, в Австрии с 26 декабря, то есть уже тогда ажиотаж стих, люди как бы между праздниками, там уже, так сказать, такого, так сказать, стоп времени нет, и тогда двухнедельные ограничения начинаются. То есть в разных странах, ну, подходит более рационально, учитывая то, что, ну, они, с людьми, они, так сказать, не с какими-то поленными работают, а с реальными людьми, с их слабостями. Вот, если мы говорим об экономическом аспекте, на ваш взгляд, экономика Латвии вообще выдержит какой-то локдаун, потому что, ну, сейчас мы понимаем, да, хорошо, ограничены какие-то товары, но очевидно, что, и мы это видим, что людям кушать надо, они все равно пойдут в магазин, денежки там оставят. Если будет локдаун, правда, мы еще не знаем, какой он будет, если он будет, конечно, да, вообще экономика Латвии это выдержит? Мы же все-таки не Германия. Значит, во-первых, я не вижу, я не вижу, по крайней мере сейчас, не вижу какой-то, так сказать, необходимости для какого-то локдауна, так сказать, в абсолютном масштабе. Технически можно было бы, скажем, ввести определенные более строгое ограничения в места, где очень, так сказать, в городах крупнейшем, может, в три. Вот это единственное, где можно было какие-то, скажем так, что-то ограничить, скажем, ну, как, по сравнению с другими странами, вот здесь есть, скажем так, возможности, чтобы ограничить скопорельные. А вводить аналогичные запреты, там, локдауны, значит, в местечках, где, так сказать, где люди живут, там, 2-3 человека на квадратных километрах, ну, это кошмар полный. Зачем? Во-первых, это никто уже соблюдать не будет, будет наплевательское отношение. Ну, если, конечно, пойдут армейские рейды, прочесывать с леса, значит, что нарушают в лесах, там, люди, так далее, ходят, не ходят. Ну, конечно, тогда люди сидят, но тогда надо войска, так сказать, с войсками все это прочесывать. Значит, и вводить одновременно локдаун для малонаселенных уездов Латвии, ну, это было бы странно, непонятно зачем. Поэтому, с этой точки зрения, такой общенациональный локдаун, он, во-первых, не нужен из-за того, что очень различается плотность населения по разным регионам Латвии. У нас люди живут в Хуторах, а не, так сказать, в Литве, там, более-менее, село, ну, крупные населенные пункты, а у нас хоть Хуторской, у нас вообще, так сказать, люди разъедены, разъедены, и здесь, так сказать, сложно, даже вирусы распространятся и так далее. И поэтому, с этой точки зрения, ну, в Ригу, конечно, экономические последствия будут жесткие, последствия будут связаны, во-первых, с теми отраслями, которые были вынуждены простаивать, и сейчас простаивают, это все касается туризма, это касается многих услуг, в том числе услуг, связанных с туризмом, услуг, не связанных с туризмом. И, конечно, это касается тех, скажем, тех сфер, которые были жестко ограничены, это касается культуры, там, развлечений и так далее. Вот эти секторы пострадают жестко, и они так не восстановятся. И, конечно, то, что связано, так сказать, с общественным транспортом, здесь тоже, так сказать, определенные минусы будут. Насчет восстановления вопроса, а как быстро все это восстановится, если восстановится, или как долго все это будет продолжаться? Так как ответы на эти вопросы не ясны, то четко сказать, знаете, вот в следующем году все будет хорошо, но это так... Не будет, да. Может быть, будет, может быть, нет. Здесь вряд ли кто-то сможет так вот подписаться, что вот я, так сказать, гарантирую. Ну, нет, вряд ли. Скорее всего, здесь будут разного рода продолжительные какие-то ограничения. Может быть, чуть меньше, и будет очень разная ситуация в разных странах. И, конечно, конечно, так как мы очень, так сказать, экспортно связаны с Евросоюзом, то все, что касается ситуации там, если там, так сказать, сопухает экономика на 10%, то это отзывается на нас, что наш экспорт туда тоже, скажем, сокращается на 10%. Поэтому вот в этом смысле и будут последствия, которые касаются ситуации наших главных органов. Да. Что касается вот этой программы, не знаю, экономической или финансовой помощи, которая была весной, сейчас вторая волна, какие-то выводы, наверное, правительство сделало. Как вы все бы это оценили? Ну, даже экономисты Банка Латвии признали, что мы весьма скромные были, даже по сравнению с Литвой, Эстонией, в поддержке бизнеса. И в результате у нас, видимо, и вот этот выход из кризиса будет более долгим. Значит, на мой взгляд, тот, кто вводит какие-то запреты, тот должен отвечать за последствия. Если правительство перемещает, знаете, цветы вот с завтрашнего дня торговали запрещено. Все, бум. Запрет полный. В субботу, воскресенье без цветов. Цветы были запрещены. Значит, цветы приходят в негодность. Их уже в понедельник не продать. Не продать. Вопрос. Кто берет на себя финансовые последствия данного решения? В Латвии финансовые последствия данного решения на того человека, который взял кредит, чтобы купить партию цветов. Для своих оборотных средств. Это ненормально. Вот здесь должен быть механизм, чтобы тот, кто принимает решение, тот компенсирует. Если не все, то, по крайней мере, значительная часть тех убытков, которые произошли ввиду его решения. Если, скажем, вот такой механизм должен быть, то, скажем, тогда деньги будут не раздаваться политическим друзьям. А, может быть, те люди, которые контролируют, есть деньги, вводим запрет. Нет денег, да, ну, господа, ну, не вводим запрет. Ну, это паргуйте ваш типик. Ну, не важно. То есть тогда, может быть, был бы более разумный подход, что запрещать, что не запрещать. Да. Один из таких кошмарнейших запретов, ба-бах, значит, в субботе уже нельзя продавать там похоронные принадлежности. Люди приезжают на похороны в Ригу из глубинки, там, если кто-то родственник умер, ни венков, ни цветов пустыми руками пошли на похороны. Там же запрет, нельзя, значит, вирус через вентиры, похоронные вентиры, что-то нет. Или батарейки. Ну, сейчас разрешили, сейчас разрешили, сейчас, значит, вот, когда были последние ограничения, значит, похоронные венки, так сказать, включили, вот это можно. Перчатки нельзя, а вот похоронные венки пройдут. Ну, батарейки разрешили, наконец-то, потому что, видимо, считали, что вирус именно с батарейками передается. Нет, это люди, которые принимают логику, они принимают логику, исходя из своего, как они живут. Да, они живут, вот скажем, я уже пару лет живу не в Риге, не в Риге, не в Риге, не в Риге, и поэтому я, так сказать, эти люди, они мыслят, мыслят, вот, все живут, как они. Им не нужны, так сказать, спички и запретить. Да, к сожалению. Вот, что касается принятых решений во время пандемии, целый ряд был решений, спорных. Многие эксперты считали, что во время пандемии их точно не стоит принимать. Это и пресловутая административно-территориальная реформа. Сейчас, я так понимаю, целая серия исков поданы в Конституционный суд по этому поводу. Это и так называемая, ну, такая полуреформа налоговая, касаемая микропредприятий, тех, кто работает в альтернативных налоговых режимах. Зачем это вообще было сделано? И какой может быть эффект вот в условиях экономического кризиса? Ну, во-первых, во-первых, такого рода решения, как микропредприятия, как режим микропредприятия. Я все это хорошо описывал, когда это все вводилось. И это вводилось в ситуацию к кризису. То есть это был, скажем, один из инструментов, чтобы, скажем, чтобы поскорее выйти из кризиса и преодолеть, значит, последствия кризиса. И такого рода инструменты вводились и в других странах. В том числе, например, Германия. Здесь были иного рода, скажем, иного рода механизмы налоговые, но они были, как сказать, очень привлекательны, скажем, там, если человек не уволнял работающего, оставлял его, то там его, так сказать, соц. налог заработающего платила, платила государство, и так далее. Но эти все вот, все вот эти такого рода инструменты, они вводились на очень относительно короткий срок. Полтора года. Все. После этого надо работать уже в нормальном режиме. То, что произошло в Латвии, в Латвии произошло то, что нормально было бы один, может быть, два, максимум три года режим вот такого выхода из кризиса, потому что, понимаете, в 2009 год, ситуация очень жесткая, они остались навсегда. И создался внутренний офшор, который, так сказать, задействовали и уже, так сказать, более десятка лет. То есть то, что нормальные страны с нормальными правительствами вводят на один-два года, у нас осталось на десятилетие. И когда-то надо было ставить этому точку, и никак не могли ставить точку, что уже 10% населения, значит, работают в этой системе, в этом офшоре. Ну, конечно, ситуация, когда так, кризис, значит, в момент, когда кризис, скажем, ликвидировать инструмент, который вообще-то задуман для преодоления кризиса, это тоже странное решение. Это раз. А второе, значит, обместим церковь реформы. Значит, ну, во-первых, само решение было, сама реформа, она спорная. Я думаю, я надеюсь, что это к СССР. Суд, может быть, к СССР. Причем очень многие решения касательно, скажем, запрет на проведение опросов. Это было вообще антиконституционально. Поэтому и проводить реформу аминстративную с запретом, который сейчас признан, в основном, признан, это незаконно было, значит, проводить без опросов, то, ну, конечно, и продолжать вот такую реформу. Я думаю, что разумный выход, разумный выход, это не, так сказать, гнать реформу в виде, который она есть. Во-первых, очень многие самоуправления хотят объединиться, и здесь нет, не надо им, как-то, мешать, если кто-то в процессе реформы решили, что давайте, а мы были вместе. Сдурово пусть спускали. Но те, которые не хотят, где население против этого, зачем их гнать, значит, какими жесткими силовыми методами мы загоним в какую-то другую систему. Пусть те, которые не хотят, остаются. Вот и все. Вот и нормальный выход из создавшегося положения. Вот понятно, что пандемия определяла всю нашу жизнь в входящем году, но будем надеяться, что рано или поздно этот кошмар закончится, и останутся какие-то, наверное, проблемы экономические. Вот на ваш взгляд, есть ли вообще у правительства, у правящей коалиции, какое-то понимание, на чем Латвия в перспективе будут зарабатывать вот в новых условиях? Ну, транзита практически нет. Мы видим, что сейчас происходит по железной дороге и на портах, вот целый ряд других сфер, фактически уже банковская сфера, уже нет больше, фактически, бизнеса, не резидентов. Вот что дальше будет происходить, на ваш взгляд? Ну, во-первых, реальная экономика остается. Латвия вышла в мировые лидеры по совокупному урожаю, ржи, зимой пшеницы. Мы, так сказать, имеем очень сильные позиции в экспорте, вот, скажем, многих сельхозкультур, а также пищевой промышленности. И эта специальность остается, она ни в коем мере не связана, и ни в коем мере там пандемии, это раз. Второе, Латвия имеет очень, очень, так сказать, хороший сектор деревообработки, и, значит, этот сектор реальной экономики, он остается независим от пандемии, независим от, скажем, еще потом, каких-то экономических изменений. То есть реальная экономика остается. Остается также и транспортная инфраструктура, которая, может быть, будет не задействована таких объемов, которых это было до там. Ну, причем не пандемии, а, скорее всего, здесь вопрос не пандемии, а вопрос политических решений Российской Федерации. Если Российская Федерация решает перенести экспорт своей продукции через портов балтийских стран в порты Российской Федерации Финский залив, это политическое решение, оно, так сказать, реализуется, и это независимо от пандемии, не пандемии. Поэтому здесь уже сокращение транзита было бы без пандемии. Что касается банковской сферы, это диверсия против государства. Которая уже проведена, то есть, значит, последствия, причем, знаете, самое такое печальное поздравление, рождественское поздравление, я получил из одного предприятия, который оказывает услуги. Раз, примерно, раз в год, там, опять-таки, АПО. проводить, небольшое предприятие, и регулярный клиент, раз в год, они там, нет, так сказать, проводят, для одного агрегата, для дома. Ну вот, и вдруг от них я получаю, значит, поздравление, с одновременным удовлением, что, вы знаете, вот мы уже, так сказать, расчеты с нами, уже через банк, и банк Литвы, пожалуйста, закрыли счета, банки Литвы. Теперь перешли, спайсеру какую-нибудь. Перешли, значит, сейчас уже какая разница, сейчас ты работаешь интернет-среди, интернетовская, банковская, где находится этот банк, какая разница, это банк Латвии, где там, так сказать, всех с нотами трясет, всех, всех, всех вытрясется, значит, доказывай, что ты невиновен, а не докажешь, все, там пустят денег. Вот так вот, причем малое предприятие, если уже малые предприятия уходят, ну, это уже банковская сфера, ее, в принципе, закопали, будет обслуживать зарплаты, будет обслуживать, значит, пенсии, перечисление пособий, вот это будет специализация, она останется, это не так, что будет. Не все это, кстати, перескочат, я думаю, что когда момент, когда уже министерство будет начинать платить зарплаты из, там, банка Эстонии или банка Литвы, то, может быть, тогда уже дойдет, что уже, так сказать, может быть, капитальный ремонт кувалды уже, так сказать, достиг уровня земли. Но что-то останется, так что все, так сказать, конечно, я надеюсь. Юрий Спайдов, у нас на прямой связи, появимся буквально на минуту, не переключайтесь. День в день, час в час, минута в минуту, радио Болтком. Виа СМС верит, что капуста дарит чувство радости и позволяет каждый день превратить в праздник. Являясь одним из лидеров рынка и имея богатый опыт уже более 10 лет, с уверенностью заявляем, что больше капусты, больше радости. Мы знаем капусте все и готовы делиться со своими знаниями. Лучшие рецепты капусты ищи на веа смс.лв. Веа смс.лв эластичный заем. Нам доверяют. Катру четверти дни пет 2013 клаусетесь рейдий ему «Мазакум тавдийбас». Интересанти и иедвесмоюши веиксмы стасти по человекам из других стран, которые Латвия узката по своим домам. Интервьюис, дискуссий, аккауис, это все, это все, это все, збанет нам стиши, ракстит коментарс Facebook и WhatsApp и клаусетесь рейдий ему «Мазакум тавдийбас» катру четверти дни пет 2013. Проекта финансия медиатбалста фонс «Мазакум тавдийбас» «Туро от билдсия РНР-ЛТД». В РД-Электроникс Рождество уже наступило. Это удовольствие дарить лучшее от Samsung. Живые яркие цвета, существенная детализация изображения телевизоров Samsung QLED позволит вам наслаждаться самыми тонкими нюансами изображения и сделают просмотр любимых фильмов незабываемым. При покупке телевизора Samsung QLED планшет Galaxy Tab S в подарок Рождество в РД Электроникс. Удовольствие дарить лучшее в магазинах РД Электроникс и на rdvacals.lv Вы слушаете радио «Болткома». Утро на «Болткоме». Да, доброе утро еще. Главный редактор газеты «НЕТ», коррега Юрий Спайдос у нас на прямой связи. Вот такой вопрос хотел вам задать, если мы говорим о политических последствиях. В последствиях года вот ну мы видим, что вы наверное такое очень знаменательное событие и необычное неочередные выборы Рижской думы после распуска. Да, вы уже подчеркивали, что вы сейчас сельский житель, но тем не менее работаете вы в Риге, там проводите довольно много времени. Как вы оцениваете вот эти перемены? Это как-то вообще отразилось на вашей жизни? Вообще какие-то перемены в Риге вы заметили? Да, пускай еще Рижская дума новая работает мало, но какие-то первые шаги сделаны. Как вы это оцениваете? Ну, ну да, уже, так сказать, когда в период по большому счету то, что в Риге напрямую меня не касается. Конечно, меня касается это, и, так сказать, но и последствия, конечно, можно ощутить. Но, понимаете, то, что вот по крайней мере там последние две недели можно было почувствовать, что очень многие даже вообще не поняли разницы и продолжают, так сказать, бронить Ушакова, что нечищенные там улицы, что там, так сказать, обледенел мост, ничего не делай, Ушаков, опять ничего, хотя уже, в принципе, это соответственно совершенно другой партии и другого лидера, но как-то уже так привыкли и все продолжают. Так что пора уже, так сказать, за счет вот этих всех вот этих проблем уже, так сказать, начинать уже нового на рейн. То, что касается выборов, последствия логичные, но я думаю, что здесь очень многие, которые принимали участие в выборах, они не, скажем, не оценивали лидера касательно города. Это были для большинства это было, скажем, маленький выбор в парламенте. И поэтому партии, которые, значит, не популярны, те там, те не прошли, партии, которые, как-то имели проблемы, тоже не прошли, значит, и вот это показал, вот, скажем так, расклад теперешней политической симпатии. Это раз. А второе, ну, скажем, партии, которые, так сказать, преодолели какой-то определенный кризис, они, так сказать, показали, что у них есть, скажем, шанс пробиться, они, так сказать, как бы нащупывают свой электорат и начинают, вот скажем так, реализовывать интересы вот этого планового электората. К примеру, новая консервативная партия, так сказать, вошла в такой альянс с религиозно-консервативной частью, с католиками и в результате они, так сказать, преподнесли. Многие уже, так сказать, выдвигали теорию, так сказать, что с ними, так сказать, все, как вот, так же самое, так сказать, пойдут по той же дороге, но нет, они, так сказать, нашли, нашли свою специализацию и вот, и показали, что у них, так сказать, что они прошли в Думу Имеют большие шансы остаться в следующем сайте. И, конечно, избиратели, которые более дисциплинированы, кто-то предъявил, какой состав будет. Состав такой, как правительство. С некоторыми нюансами. Но я думаю, сейчас уже более-менее все наладилось, и коалиция, так сказать, будет продолжать. Вряд ли у них есть какие-то интересы что-то там менять, чуть-чуть менять сферы влияния, рискуя потерять все. Не знаю, нужно ли им это. Так что я думаю, что такой расклад может и остаться. По крайней мере, до следующих выборов. Что касается феномена Гобземса. Ну, очевидно, что он хочет прибрать к руками, так можно сказать, электорат КПВ и ЛВ. Мы понимаем, что КПВ и ЛВ, видимо, сможет ли он выжить после этого ребренинга, не знаю. Но вот вы верите в этот феномен нового спасителя, господина Гобземса? Ну, давайте, значит, оппозиция должна действовать как оппозиция. Если оппозиция действует не как оппозиция, а они почему-то считают или надеются, их возьмут в компанию, и они, так сказать, как бы не действуют как оппозиция, а, скажем, помалкивают, готовятся, что их сейчас допустят к власти. Вот нас сейчас, сейчас, сейчас нас включат в власть. Поэтому лучше, а если будете возникать, мы вас брать не будем. А, значит, если вы будете, так сказать, сидеть тихо, не выпендриваться, мы, значит, вас сейчас, сейчас, сейчас возьмем в власть. И так десятилетия без Саскадей. То есть, на мой взгляд, политическая оппозиция должна быть политическая оппозиция. Если единственная политическая, реальная политическая оппозиция – это Гобзен, который действует как надо действовать политическая оппозиция, ну, тогда очень многие, так сказать, относятся к нему, так сказать. Если не с симпатией, то, значит, высказывая симпатию Гобзен, мы можем вот этим вот подонкам, которые запретили спички, что-то показать наш куб. Вот это вот, это такой местный подход, понимаете. Это не то, что вот мы его боготворим, это, так сказать, пророк, за которым все – нет, нет, нет. А вот если ему симпатия, им нравится, что Гобзен показывают, вот мы покажем, да. Вот это наш куб. Это так же. Но то, что Гобзен действует как надо, действует политическая оппозиция – это не от них. Причем у него талант почувствовать, что от него в этот момент… Вы знаете, как у Жириновского, сейчас он уже постарел, но у него был талант. Вот он заходит в аудиторию и чувствует, что он с тобой хочет слышать. И тот, так сказать, сразу… Причем обещал в разных местах разных… Помню первые, значит, его выборы президента России, он там участвовал. Он был, значит, в коллективе женщин. В конституции запишем, каждая женщина имеет право на мужа. Потом там какие-то весорубы, а там он… Запишем в конституцию право на водку. Ну, то есть человек походит в аудиторию, чувствует, что он хочет, и, значит, излагает их. Если такой талант есть, такой талант есть. Если такого таланта нет, и ты, так сказать, в аудитории говоришь то, что аудитория не принимает, ну, конечно, это не политика. А у нас правительство полнота. Угу. В том числе, как кто-то предложил, чтобы не было меньше фейков по поводу этих вакцин. Ну, вот давайте, не знаю, госпожа Винкела, господин Каринч, прямо вот в прямом эфире, как президент и премьер-министр многих стран сделайте себе вот эту вакцину, покажите личным примером. Может быть, так надо было действовать? Это бы как-то изменило хотя бы настроение людей? Ну, так действует. В Израиле. Премьер-министр Израиля так и поступил. В прямом эфире. Пожалуйста, я первый. Да. Ну, где проблема? А если, значит, лидеры отказываются, а вот вы вот тут против вакцины, а мы ничего не… А вот если кто-то отказывается в вакцину, это чуть ли не враг народа. А сами такого не делают. Ну, это, по крайней мере, не только что странно, но именно вот как раз подрывает авторитет власти. Там, где лидеры стран, лидеры стран, у всех разные недостатки, они поступают, скажем, на своем примере. Ну, я надеюсь, что не уверен, что там все будет нормально, потому что все же любая вакцина, она имеет какие-то последствия и определенный процент, значит, тех, кто подвергается вакцинации, определенный процент получит какие-то… Побочные действия, да. Побочные действия. Побочные действия. Важно, чтобы процент побочных действий был ниже эффективности вакцины. На крайней мере, нотариалы. Ну, тогда все нормально. Побочные действия не вызывали более неприятных последствий, чем… Потому что, к сожалению, к сожалению, были вакцины от гриппа, где побочные действия превышали количество смертей, которые наступали для невакцинирования. Поэтому, значит, свой пример, значит, это очень хороший подход. Ну, понимаете, это зависит от человека, от личности. Конечно, естественно. Ну, может быть, для Латвии это не самый актуальный вопрос, поскольку у нас это количество вакцин, которые прибыло пока именно на начальном этапе, мирное. И даже если бы кто-то из тех, кто не входит в эту группу риска, там, медиков, прежде всего, сказал бы, что я хочу привиться, ему бы вакцины все равно, по крайней мере, не досталось. Когда она появится в доступе в достаточном количестве, пока сложно сказать. Юрий Спайдес, у нас был на прямой связи. Большое спасибо. — До свидания. — До свидания. — Спасибо. — До свидания.